Читать газеты – хороший тон. Вот уже 30 лет газета «Владивосток» ежедневно попадает в почтовые ящики тысячам жителей Приморья. Газету знают, любят и ждут. Печатному слову – верят. Так было всегда, и, судя по популярности издания, будет еще долго. У газеты много поклонников. Некоторые из них читают газету с первого выпуска. Любят за достоверность, за вдумчивость и оперативность. Чтобы донести информацию до читателей, сотрудникам редакции приходится преодолевать немало трудностей. Но им есть чем гордиться. О газете «Владивосток» сегодня исполнилось 30 лет. И это действительно огромный срок и хорошая дата для любого предприятия и для газеты в том числе. Потому что газета все эти 30 лет, она прожила вместе со своей страной, со своим регионом, с городом. И это 30 лет, начиная с перестройки. Это совершенно новый этап в жизни страны. И по газете, по страницам газеты можно действительно изучать историю. Отдельные слова благодарности коллективу редакции – журналистам, редакторам, дизайнерам, корректорам и всем тем, кто ежедневно работает над газетой. Вы знаете, у нас столько людей работает в газете, работало через школу В, прошло столько талантливейших журналистов, в том числе работающих теперь на разных телеканалах и на Восьмом в том числе. Я думаю, что, конечно, то, что хотели, получилось. Получилась интересная газета, которая держит свои позиции 30 лет, которую до сих пор любят читатели, выписывают, покупают. Не просто читают в интернете, а именно хотят подержать в руках бумажный вариант. И, конечно, мы этого хотели, мы этого добились. И мы хотим, чтобы это сохранилось, чтобы газета чувствовала и дальше, была нужна, была интересна. В преддверии дня рождения радио «Лема» пригласила сотрудников редакции, чтобы побеседовать о вызовах, стоящих перед современной журналистикой, и о том, каким видят будущее газеты те, кто делает ее каждый день. Наш фотоархив можно назвать достоянием Приморского края, потому что там такие фотографии, начиная с 89-го года, это вся наша жизнь. Сейчас мы говорим, что кто-то там плачется, что хуже живет. А если посмотреть те фотографии, то мы сделали историю в кадре к этому юбилею. У нас на протяжении, так сказать, нескольких месяцев шли вот фотографии с 89-го года, начиная. Я вам скажу, что мы сегодня живем гораздо лучше. О том, что сейчас нельзя ставить в газету и что можно было ставить раньше – отдельная тема. Работа любого СМИ сегодня под особым контролем надзорных органов. Если какие-то требования законодателей понятны, то некоторые вызывают недоумение у журналистов. Корреспонденту нужно сильно изловчиться, чтобы донести информацию не только корректно и интересно, а где-то захватывающе, но и обойти все надзорные препоны. Часто именно в газету, как в последнюю инстанцию, на которую вся надежда обращается за помощью. У нас прямая линия, как с гарантом нашим, круглый год, если у него там 4 часа, то мы буквально круглый год, нам поступают звонки и письма со всего края причем. И люди жалуются нас в своих проблемах, рассказывают и просят помочь. Нам это удивительно. С другой стороны, даже страшно, что люди не находят понимания, за кого голосовали, кому доверяют, кому платят налоги и обращаются в газету. А с другой стороны, это еще радует, что людям не потеряли веру в печатное слово и читают до сих пор с листа. Сегодня газета «Владивосток» выходит 4 раза в неделю. Во вторник, четверг и пятницу ежедневная газета с информацией, отражающей новостную картину дня. Раз в неделю в среду – так называемая «Толстушка». В ней собраны развлекательные аналитические материалы в области политики, экономики, культуры, медицины, спорта. К слову, политике – особое внимание. От политики отталкивается все остальное. То есть и экономика, и образование, и финансы, и все, что только есть на белом свете. Там даже спорт, адмирал, луч – вот буквально все. Поэтому, когда берешься за политику, то берешься сразу как бы и за все. Это все самые интересные, жаркие, животрепещущие темы, которые интересуются. Тем более, край у нас интересный. В прошлом году прогремел на всю страну. В преддверии юбилея газета «Владивосток» проводит ряд акций, мероприятий и конкурсов для своих читателей. Читателей, с которыми издание прошло долгую и интересную жизнь. Впереди много нового, и газета отпразднует еще не один свой юбилей. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.